Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне кажется, многие люди по школьной привычке начинают твою жизнь с сентября. Премьеры спектаклей появляются в театрах в сентябре и на телеканалах стартуют новые сезоны осенью. В городах открываются новые школы, скверы и даже академии. Стоп! Пора сделать паузу и рассказать зрителям о новой академии искусств, где сегодня начались уроки. Когда-то здесь был детский сад, потом в здании работали судебные приставы. Но теперь это место притяжения самых творческих ребят и называется оно Академия искусств. Узнать, какие направления искусства здесь можно остроить, было интересно не только ребятам северо-западного района, но и почетным гостям. За вами будущее России, будущее Чуваши и Чебоксары! В день открытия во дворе академии образовалась целая аллея искусств. Ходи, выбирай, чем хочешь заниматься. Петь, танцевать, лепить, рисовать. Причем разными способами. Оказывается, даже кляксу можно превратить в шедевр. Благодаря технике монотипия. А здесь можно научиться делать поделки. Это не только увлекательно, но и полезно. Мы разведываем мелкоматурный урок и очень полезно, и для мышления тоже. В общем, скоро тут все станут академиками. В прямом смысле этого слова. У нашей академии нет аналогов Чувашской республики. Здесь появилось новое и очень интересное направление робототехники 3D-моделирования, представленное клубом детского научно-технического творчества «Кулибин». Да-да, ребята на уроках создают роботов. Правда, пока не таких больших. А еще в Академии искусств можно стать журналистом. Вместе с дружной командой медиа-центра «Куча Мала». На занятиях мальчишки и девчонки учатся писать статьи, работать в радиоэфире, сдавать телепрограммы, становятся смелыми и общительными. А вы в детстве какие кружки ходили? Кружки? Петь ходил, танцевать ходил. У нас не было, когда мы были маленькими, таких огромных возможностей практически. Я это честно скажу. И потом спортом занимались. А сейчас в какую студию записались? В студию не записались. Вот, я к вам буду приходить. Хорошо? В Академии можно стать учеником сразу нескольких отделений. Только не забывайте в плотном графике занятий оставлять время на отдых. Например, чтобы посмотреть новый выпуск нашей программы. Даша Шоклева, Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Акил Бупсер. Данила, смотри, какую я интересную новость в ленте прочитал. Учителя Красноярска выяснили, что дети стали гораздо меньше рисовать на партах. Следы от ручек и карандашей можно заметить только на старой мебели коричневого цвета. А вот яркие столы и стулья оттирать уже не приходится. Учителя считают, что ученики не портят то, что им по-настоящему нравится. Поэтому в новом учебном году в школах Красноярска разноцветной мебели стало еще больше. А это интересная теория. Вот бы она работала. Тогда бы и новые яркие детские площадки никто бы не портил. В Кадесском сквере такую красоту установили. Надеемся, она долго будет радовать мальчишек и девчонок. Сколько в нашем городе детских площадок, с которых не хочется уходить? Правильный ответ на этот вопрос мы, если честно, не знаем. Но теперь точно на одну больше. Но все ли здесь так идеально, как кажется? Проверим. Детская площадка хороша, если она нравится и мальчикам, и девочкам. Мальчик, а какой тебе аттракцион больше всего нравится на этой площадке? Корабль-горка. А почему? Можно залезть на трубу. И можно до самого флага даже залезть. И там, потому что много лесенок. И там можно почувствовать себя пиратом. А какой аттракцион больше всего нравится девочкам? Конечно, качели, потому что на ней могут поместиться все мои друзья. А вы проверяли, сколько человек на ней может поместиться? Нет. Нет. Давайте проверим. На старт. Внимание. Марш! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ровно десять человек. Неплохой результат. Площадка хороша, если она нравится родителям. Мне очень нравится такая детская площадка. Если бы у меня была возможность вернуться в детство, я бы облазила здесь все места, все площадки. И тоже бы не захотела отсюда уходить. А в вашем детстве когда-нибудь была такая площадка? В нашем детстве площадок было много, но таких красивых и ярких площадок, наверное, не было. Было все железное, деревянное и однотонное. Сейчас все яркое, красивое, разнообразное. Очень-очень приятная площадка. Нет, у нас в детстве таких не было, хотя тоже очень хотелось бы. Площадка хороша, если она безопасна. По требованиям все углы и края детской площадки должны быть закруглены. Проверим. То, что надо. Для защиты детей от падения на детских площадках должны быть перила ограждения. Как вы видите, они здесь есть. А еще здесь есть мягкое противоударное покрытие. По правилам высота бортика в горах должна быть от 10 до 50 сантиметров. Давайте же это проверим. Высота бортика в горах равна 25 сантиметрам. Все в порядке. Требования есть и для качель. Высота 40 сантиметров соответствует ГОСТу. Детская площадка хороша, если на ней чисто. Пока здесь все новое. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы готовы приходить на субботники и помогать убираться на этой площадке? Да, я готова приходить и оказывать посильную помощь. Чистить, убирать площадку. Площадка хороша, если на ней слышен детский смех и не плачь. Тут, ребята, все зависит от вас. Если вы умеете дружить, то не будете драться и обижаться, а будете ждать своей очереди. А если вы будете соблюдать правила безопасности, то вам не страшны синяки и ушибы. И наш журналистский долг их напомнить. Кататься с горки можно лишь тогда, когда твой друг уже съехал с нее и убежал в сторону. Нельзя играть рядом с каруселями, кататься стоя и раскачивать пустые качели. Если случилась неприятность и вы упали, не поднимайтесь сразу, пусть качели остановятся. Мы так увлеклись, что даже не заметили, как работа превратилась в отдых. Вот бы на каждой съемке так. Ну а выводы делайте сами. Никита, предлагаю сыграть в игру. Тебе надо завязать глаза. У меня есть картина. Тебе надо догадаться, что на ней изображено. Боюсь, это невозможно. Я могу нащупить только гладкую поверхность. Там может быть солнце, вулкан, море. Да все что угодно. Вот именно. А ведь незрячим людям тоже хочется ходить на выставки и в музеи. Получается, это невозможно? А вот и нет. Чебоксарские художники создали картины, которые можно ощупывать. Они находятся в Церковно-историческом музее. Этот проект стал даже призером премии Святейшего Патриарха Московского Ивсия Руси Кирилла. Давайте и мы посмотрим на эти удивительные картины. Не всем повезло иметь зрение. Но ведь слепым людям тоже хочется изучать мир. И им помогают руки. Художники Чебоксарского храма, новомучеников и исповедников российских, создали удивительные тактильные картины. Их можно и нужно трогать. А из чего сделаны эти необычные картины? И как они сделаны? Ульяна, эти картины создавались огромной, большой группой художников, которые придумали новую технологию. Они стали лепить образы святых и животных, которые им служили, из полимерной глины. Потом обрабатывали особыми щипчиками, маленькими ножичками. Обрабатывали, доводили до совершенства, до гладкости эти картины. И впоследствии расписывали хорошими, красивыми, живописными красками. Главные герои картины – самые объемные. А вот фон просто прорисован, чтобы не отвлекать на себя внимание. Первая работа, о которой я говорил, она была несколько с недочетами, с нюансами. Естественно, после того, как ее создали, пощупали, выяснили какие-то ошибки, что-то не то, как-то не так передается. Человеку мешает воспринимать какие-то дополнительные элементы, сюжеты. Приходилось уже учиться на работах. Выставка «Мы живем в мире» – это 18 картин барельефов. И все они объединены одной темой. На работах изображены святые и животные. Вот, например, Адам придумывает название для зверей. Эта выставка передвижная. Она уже побывала во многих школах для слепых детей, музеях, микрохирургии глазов. В данный момент необычные картины находятся в Церковно-историческом музее, где мы и попробовали рассмотреть их с завязанными глазами. В начале надо рассмотреть картину в целом. То есть пройтись по этой картине сверху вниз, как будто бы сканером. Сканер же сканирует всю картину. Я предлагаю рассмотреть картину в целом. Здесь действие происходит на воде. Мы чувствуем немножечко волны. Вот, волны. В воде плывет одно животное. Давай посмотрим его. У животного есть большое туловище. Да? Огромная пасть. Смотрите, я положила свои руки на ее руки и веду ее руками. Если честно, представить, что изображено на картине без помощи комментаторов, очень сложно. Я даже не смогла правильно сосчитать количество голубей. Но зато все мы хорошо усволили, что нужно ценить то, что имеешь. Ульяна Расколова, Андрей Спиридонов, Акилбупсер. Лето уже в прошлом. И на память о нем у нас остались загар, фотографии и морские камушки. У кого-то морские, а у кого-то байкальские. Юные корреспонденты национального телевидения Чуваши в августе побывали на Байкале. На слез журналистов пригласили лучших из лучших. Главная задача – интересно рассказать о самом чистом озере на планете. Наши друзья нашли сокровища на Байкале и сняли про это фильм, который сейчас мы вам и покажем. Поэтому не переключайтесь. До встречи на национальном телевидении Чуваши. Желаем запастись терпением на весь учебный год. И пусть все новости будут добрыми. До свидания! Здравствуй, батюшка Байкал! Именно так местные жители называют самое глубокое и чистое озеро на всей планете. Мы ехали сюда три дня, чтобы показать вам красоты этого места. Байкал настолько большой, что в него могли бы уместиться несколько государств. Например, Армения, Албания, Дания, Бельгия или Голландия. Еще ни один пловец в мире не пересекал Байкал в плавь. Только здесь обитают 360 видов птиц и уникальные байкальские нерпы. Несмотря на то, что Байкал – это озеро, здесь бывают сильные штормы. Волны могут достигать 5 метров. Но сейчас Байкал спокоен. И это нас очень радует. Авентюристы ищут на Байкале серебро китайского каравана и затерянное золото колчака. Ну а мы соберем здесь свои сокровища. Береговая линия Байкала огромная. Повсюду деревни, поселки или просто палатки туристов. Мы же остановились в поселке Большое Голлоусное. Тут на протяжении уже шести веков живут в мире и согласии два народа – русские и буряты. Людмила Федоровна из древнего бурятского хоронудского рода. Она и предприниматель, и эколог, и певица. Почему местные жители называют озеро Байкал в Батюшкой Байкалом? Мы относимся к нашему озеру не как к озеру, не как к простому водоему. Мы относимся к нему как к живому существу, который имеет огромную силу, энергию, тепло. И это озеро, которое мы называем морем, дает нам свет, жизнь, энергию, красоту и здоровье. Вода на Байкале настолько чистая, что дно видно даже на глубине 40 метров. А местные жители пьют воду просто так. Плохо одно. Даже в августе вода очень холодная, поэтому здесь купаются только самые смелые. Согласитесь, неплохой сувенир. Забрать камешек на память – это любимая традиция всех путешественников. Но мы превратили байкальские камушки в сувениры. Байкал пропитан легендами. Своя история есть чуть ли не у каждого растения. Горы, деревья – это духи, и буряты поклоняются им. Природа – это храм. В этом месте, в реликтовой тополиной роще, родился байкальский ангелочек – Арюна. Что означает с бурятского языка «чистейшая». Арюна помогает следить за чистотой и учит дружить людей с животными. Каждое дерево на Байкале хранит в себе тайну. Это хозяйка Сухого озера. Ей более 400 лет. Говорят, что она исполняет желание. Для этого нужно положить серебряную монетку ей в дупло. Делать это должен младший член команды. Наконец-то мне повезло! Давай. Сухое озеро – это удивительное место. С виду обычная полянка, но раз в пять лет она заполняется водой из горных ручейков. Это главная достопримечательность поселка. Люди приезжают сюда, чтобы пропитаться магической энергией. Ведь именно здесь проходили главные шаманские обряды. Я сейчас нахожусь возле женского камня. И вот вам еще одна байкальская легенда. Когда мужчины-шаманы уходили на обряды к мужскому камню, то женщины оставались тут. И заметили очень интересную вещь. Если загадать желание возле этого камня, то он непременно сбывается. И до сих пор представитель женского пола приходит сюда, чтобы пожелать счастья, здоровья, вину и так далее. Давайте возьмем кусочек этого камешка к себе в Чубахсары. Люди едут на Байкал. Не только загадывают желание, но и заряжаться чистым воздухом. Он укрепляет кровеносную систему и органы дыхания. Успокаивает. Такой воздух здесь благодаря множеству таежных лесов. Его мы тоже возьмем к себе в копилку. Чем примечательны места, на котором мы сейчас находимся? Это уникальная гора. Согласно легенде местных жителей, это гора богов. Когда боги шли, создавая землю, один из богов оперся рукою на землю. И таким образом появилась долина Большой Головусная. На языке местного народа долина Едингол, сытная долина. Мы с вами сейчас находимся на объекте, который местные почитают как трон бога. А почему местные жители называют один из ветров горняшка? На самом деле я до сих пор, живя здесь больше 9 лет, до сих пор удивляюсь чувствительности местного населения к природе. Ощущения, они различают 17 видов ветров. То есть есть горняшка, есть верховик, есть низовик. Но вот горняшка я знаю, потому что он начинает дуть с гор. Друзья, как вы могли заметить, я нахожусь в окружении таких же желтых, как и я, цветков. Настоящие любители чаепития уже давным-давно поняли, что я нахожусь на плантации курильского чая. Этот чай в свое время открыли миру тибетские монахи. В России этот чай растет на Камчатке, Якутии и Иркутской области. Этот чай не только красив, но и полезен. Он убирает простуду и боли в животе. Евгений, а научите меня правильно собирать чай? Курильский чай собирается во время цветения. Мы немножечко припоздали, вот видим, уже цветочки завязываются. Но мы можем взять веточку с цветками, обхватить ее двумя пальцами внизу и спокойненько протянуть вверх. С удовольствием возьму чай в нашу сокровищницу, да побольше. Жил в 19 веке в поселке Большое Калаусное Иван Пятидесятников. Он очень любил наблюдать за природой и даже построил наличные средства в метеостанцию. Она работает и по сей день. Выходит человек на метеоплощадку, все данные, которые нужны для отправки в Иркутск, все данные берем на площадке и отправляем телеграмму в Иркутск через компьютер. Для того, чтобы составить прогноз погоды, нужно собрать показания с множества интересных приборов. Вот флюгер. Он определяет направление и скорость ветра. На станции таких три. А этот прибор называется гелиограф. Он определяет продолжительность солнечного сияния в течение дня. Когда солнышко активное, оно прижигает бумажную полоску. А еще на метеостанции есть специальное ведро для спора осадков и множества разных термометров. Они фиксируют температуру воздуха и земли. Есть даже секретные термометры, потому что они спрятаны под землей. Температура земли на глубине метр шестьдесят равняется пятнадцати градусам. Погода на Байкале очень переменчива, и данные о ней собирают каждые три часа. Эти сведения очень помогают в работе летчикам, спасателям, морякам и фермерам. Ни одна камера не способна передать красоту Байкала. Мы попробовали сделать объемное видео с помощью камеры панорамной съемки 360 градусов. Если изображение загрузить в специальные очки виртуальной реальности, то можно увидеть все вокруг. Итак, мы считаем, что каждый человек, побывавший на Байкале, должен забрать с собой Целебную воду Камушки, которые год за годом оттачивали волны Чистый воздух тайги Душистый курильский чай Частичку вековых гор Новые знания Бурятские легенды и песни Мы надеемся, что эти сокровища всегда будут напоминать нам о счастливых днях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...